Токио Токио Сёрфинг Скалолазание и скейтбординг В Олимпийскую сборную нашей страны вошли 335 спортсменов, 150 мужчин и 185 женщин. Кстати, в Рио-де-Жанейро Россию представляли 286 наших соотечественников. На весь период проведения игр для спортсменов, тренеров, медиков, журналистов, спонсоров и других членов делегации будут действовать особые правила, которые требуются неукоснительно выполнять. Так, например, впервые в истории Олимпийских игр призёры турнира будут сами себе надевать медали. Награды им будут выносить на подносе, а класть их на поднос будет человек в продезинфицированных перчатках. Также во время церемонии награждения запрещены рукопожатия и объятия. Из-за допингового скандала по решению спортивного арбитражного суда на играх в Токио российские спортсмены выступят без национального флага и гимна. Официальное название нашей делегации звучит как «Команда спортсменов Олимпийского комитета России». Во время церемонии награждения наших спортсменов будет звучать фрагмент концерта номер один для фортепиано Чайковского. А вместо российского триколора над ареной поднимется флаг ОКР. На форме россиян также не будет флага страны, однако использовать белый, синий и красный цвета при создании костюмов не запрещалось. Ну а нести флаг ОКР на церемонии открытия игр доверили олимпийской чемпионке по фехтованию Софье Великой и олимпийскому чемпиону по волейболу Максиму Михайлову. На следующий день после открытия игр 24 июля мы сможем поболеть за нашу женскую ватерпольную сборную в матче с командой Китая. Напомним, что другими соперниками подопечных Александра Гайдукова на групповом этапе станут сборные Венгрии, США и Японии. Впервые в истории Олимпийских игр за медали будут бороться 10 ватерпольных команд, а не 8. Финал состоится 7 августа. Остальными потенциальными соперницами нашей сборной могут стать представительницы Нидерландов, Испании, Канады, Австралии и ЮАР.